Здравствуйте! На телеканале Видное ТВ новости. Меня зовут Дмитрий Книга. И я расскажу вам о главных событиях Ленинского района. Прошли публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на 2019 год. Общий экономический оборот в Ленинском районе в 2017 году составил 38,4 миллиарда рублей. Творческая встреча с музыкантом Антоном Беловым в Развилковской библиотеке. То есть мне хотелось создавать что-то такое, что мои друзья не делают, что я вижу только где-то на голубых экранах. Видновская школа номер 11 отметила свой первый день рождения. За этот год вы стали дружной командой, сплоченной, которую знают и уважают в каждой школе. В районном историко-культурном центре состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ленинского муниципального района на 2019-й плановый период 2020-2021 годов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций города, руководство администрации муниципалитета, депутаты и жители района. В слушаниях также участвовал председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Станислав Радченко. Заместитель главы района Альберт Гравин представил выступающих на слушаниях и озвучил правила и регламент мероприятия. Публичные слушания назначены в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района 2018 года, номер 3444, которое опубликовано в газете «Видновские вести» от 16.11.2018 года и размещено на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. То есть все процедурные вопросы были соблюдены. Доклад об итогах социально-экономического развития Ленинского муниципального района за 2017 год и прогнозах на 2019-2021 годы сделал начальник управления по экономике и потребительскому рынку Александр Смирнов. Он отметил, что в 2017 году был отмечен рост экономических показателей. Общий экономический оборот в Ленинском районе в 2017 году составил 368,4 миллиарда рублей, что на 4% выше, чем в предыдущем периоде. Проект бюджета Ленинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов озвучила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации района Нина Хванюк. Она отметила, что проект бюджета был сформирован на основе прогноза развития Ленинского района и его положительной динамики в экономической и социальной сферах. Расходы социального характера в 2019 году составят 4,5 миллиарда рублей или 8,7,2% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств. Также Нина Хванюк отметила, что при формировании бюджетной сферы Ленинского муниципального района на 2019-2021 годы были определены основные приоритеты экономической политики. Обеспечение необходимых темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы, реализация приоритетных для муниципалитета программ, финансирование ранее принятых расходных обязательств, поддержка отдельных категорий населения и повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг. На 23-м заседании Совета депутатов Ленинского района среди множества вопросов главным на повестке дня было рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Татьяна Брылова продолжит тему. До конца года остается несколько недель, поэтому главным перед Советом депутатов стоял вопрос о рассмотрении проекта бюджета Ленинского района на будущий год. Докладчиком по этому вопросу выступила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк, которая в цифрах рассказала об итогах публичных слушаний по бюджету на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 5 млрд 215,6 млн. рублей, в том числе и объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 млрд 314,7 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 5 млрд 229,2 млн. рублей. Дефицит бюджета таким образом составит 13,7 миллиона рублей. Также Нина Хованюк озвучила проект бюджета на плановый период 2020-2021 годов. Бюджеты этих периодов предполагаются быть сбалансированными. Данный вопрос неоднократно обсуждался на рабочих группах, где присутствовали депутаты, а также члены ревизионной комиссии. Поэтому народные избранники единогласно проголосовали за предложенный проект. На мой взгляд, структурно бюджет сбалансирован. Широкий блок по жилищно-коммунальному хозяйству. Заложили мы средства согласно наказам в том числе и жителей, и депутатам. По социальной сфере однозначные ориентиры. Заложили средства на реконструкцию существующих инженерных сетей, создание будущих, в том числе и дорожные сети. Это и средства по линии здравоохранения, образования. На заседании присутствовал глава муниципалитета Валерий Венцель. Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе над бюджетом. В принципе, основополагающим элементом и звеном при формировании бюджета должны выступать главные распорядители бюджетных средств. А вот умелость отстаивать свои позиции, это зависит от профессиональной принадлежности и опыта работы, в том числе руководителей подразделений. Поэтому я всем хочу сказать большое спасибо. Также Валерий Николаевич выразил уверенность, что и бюджет городского поселения местным советом депутатов будет принят в необходимые сроки. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежемесячно в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проходят приемы депутата Государственной Думы от Московской области Владимира Кононова. К народному избраннику жители Ленинского района идут в основном с вопросами благоустройства дворовых территорий, здравоохранения, устройства детей в детские сады и школы. По мнению депутата, на первый взгляд, это самые простые темы, но в то же время самые сложные, потому что требуют его частного вмешательства. Я не просто пишу письмо, там депутатский запрос, как депутат Госдумы, который ведет прием в приемной председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева. А я еще и стараюсь подходить неформально, и обязательно выхожу на этого руководителя, стараюсь понять причину, почему не выполнено то или иное поручение, и помочь его решить. Галина Сергеева на приеме у депутата Кононова побывала впервые. До этого со своей проблемой она обращалась только к представителям местной власти. Женщина просит помочь решить ситуацию, которая сложилась в ее квартире, где она живет вместе со своим братом. Жилье неприватизированное, ответственный арендатор – брат. Выселить его или разменять квартиру по закону Галина не может. Остается только надеяться на стороннее вмешательство. Жить невозможно, там невозможно кухней пользоваться, ванной, туалет, там все разломано, сделать невозможно ремонт, потому что везде хлам и мусор. Он избивал меня, я и в больнице лежала, понимаете, я решить проблему не могу. Для решения этой проблемы Владимир Кононов назначил встречу с одним из заместителей главы Ленинского района, чтобы вместе подумать, какую помощь можно оказать Галине. Записаться на прием к депутату можно в общественной приемной. Обычно встречи проходят каждую последнюю среду месяца с 10 утра и до 13 часов. В целях профилактики антитеррористическая комиссия Ленинского района на территории Дворца Спортовидное провела практическую тренировку органов управления сил и средств, привлекаемых для ликвидации терактов. Продолжим тему в нашем сюжете. Антитеррористическая комиссия Ленинского района уделяет большое внимание профилактическим мероприятиям. Практические тренировки на массовых социальных и спортивных объектах муниципалитета проводятся регулярно. На этот раз местом проведения был выбран Дворец Спортовидное. Внимание! Просим всех выключить свои мобильные телефоны. Сотрудникам дворца выключить радиостанции. Пользоваться мобильной и радиосвязью на территории Дворца Спорта в настоящий момент запрещено. Просим посетителей уходить в сторону служебного хода. По легенде был обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Тут же были вызваны оперативные службы, оповещены сотрудники учреждения и объявлена эвакуация. В ходе тренировки отработали взаимодействие с Управлением внутренних дел по Ленинскому району, войсками Национальной гвардии, МЧС и территориального отдела Федеральной службы безопасности. В Дворце Спорта, видно, является объектом первой категории, поэтому проверяем мы его с заданной периодичностью. В ходе тренировки было проверено оповещение о факте обнаружения подозрительного предмета, проведены эвакуационные мероприятия, отработанные взаимодействием с экстренными службами района. Подобные тренировки во Дворце Спорта проходят минимум раз в квартал. Причем по разным сценариям – возгорание, закладка взрывчатого вещества, обесточивание здания. Внутри своего коллектива в рамках тренировок мы отрабатываем не только взаимодействие всех служб между собой, но и вырабатываем в том числе мышечную и зрительную память, куда ты должен двигаться, как ты должен действовать в случае экстренной ситуации, ибо во время такой ситуации мозг не всегда быстро адаптируется к ситуации и правильно размышляет, поэтому мы должны уметь это делать. По завершении состоялось подведение итогов тренировки. Особых замечаний не отметили. Все недостатки оказались несущественными. Ранее руководству Дворца Спорта было выписано предписание по установке устройств экстренного разблокирования дверей в случае внештатных ситуаций. Данные работы будут проведены до конца года. В случае антитеррористической ситуации или закладки взрывчатого вещества в здании, несрабатывание сигнализации Дворца Спорта, вместе с тем, как лифт опускается на первый этаж, ровно точно так же все внешние двери будут автоматически разблокированы и предоставят свободный выход из здания. Следующая практическая тренировка состоится в конце декабря. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Развилковская библиотека славится своим ярким и нетривиальным подходом к работе. Здесь не только можно читать интересные книги, но также посещать самые разнообразные кружки и мастер-классы. А совсем недавно в стенах учреждения прошла творческая встреча с музыкантом Антоном Беловым. Екатерина Коваленко узнала секреты его успеха. Долгожданный гость, музыкант и продюсер Антон Белов с радостью принял приглашение руководства Развилковской библиотеки провести творческую встречу с молодежью. Добившийся значительных успехов в шоу-бизнесе, кто как не он является для подрастающего поколения путеводной звездой. Человеком, премьер которого вдохновляет на подвиги и движение вперед. Тем более, что Антон родился, вырос и по сей день живет в Развилке. А это значит, что покорять вершины можно и не уезжая с малой родины. Я не ставил себе определенных целей и задач, когда начинал заниматься музыкой. Что я буду с этим делать, как я буду ее потом продвигать и так далее. Я просто ее делал, мне было это очень интересно. То есть мне хотелось создавать что-то такое, что мои друзья не делают, что я вижу только где-то на голубых экранах. То, что он не может жить без музыки, молодому человеку стало ясно более десяти лет назад. За эти годы вышло множество композиций, снято десятки клипов. Антон в одном лице исполнитель, автор слов и музыки. На встрече ребята увидели одну из последних работ музыканта. В течение, мы птицы над водой, тени в отражениях. И мы с тобой, как птицы над водой. А недавно в жизнь Антона ворвалось кино. И старт оказался очень успешным. В эти дни в широкий прокат выходит фильм «Все или ничего», в котором снялись такие звезды, как Сергей Бурунов, Юрий Стоянов, Артур Смоленинов. Все это стало возможным благодаря во многом усилиям Антона Белова, который выступил продюсером картины. Мы знаем, что такое музыкант. А что такое продюсер? Ребята должны знать. Каждый человек продюсер своей собственной жизни. То есть кто это такой? Это человек, который отвечает за все полностью. И он нанимает режиссера. Они вместе там садятся, думают, какую историю им там снять, создать. Нанимают сценаристов. В общем, согласовывают сценарий. Потом организовывают весь съемочный процесс. Ну, конечно, одному это не сделать. То есть он подключает множество людей, множество сотрудников. Ну, обычно, если кино, то на съемочной площадке это где-то минимум 50 человек. Тема кинопроизводства вызвала у всех большой интерес. Антон раскрыл некоторые секреты индустрии. Поделился забавными историями, происходившими во время съемок. А после просмотра трейлера фильма к продюсеру Белову посыпались вопросы. В сцене с собакой, вот когда вы собаку выкидывали в окно, это же плюшевое было, да? Конечно, это плюшевое было, да? Это манекен. Нет, ну вдруг собаку, 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 собаку. Нет, нет, то есть собака настоящая была по ходу съемок, как она бегала и за ними там лаяла на них. А выкинули ли они, конечно же, манекен. Кстати, 12-летний Сережа Борисов хочет стать актером. И узнать киношную кухню из первых уст – это для него настоящая удача. Я раньше думал, что надо иметь какие-то связи, иметь какие-то черты характера, но оказывается, можно просто захотеть этого и стать. Его пример показывает, что человек, если захочет, может добиться чего хочет. Как автор ярких вопросов, Сережа получил подарок – два билета на премьеру фильма «Все или ничего». Сама же встреча в библиотеке продолжалась более двух часов и пролетела на одном дыхании. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновская школа номер 11 в микрорайоне Купеленка отметила свой первый день рождения. За год количество воспитанников здесь увеличилось почти на 600 человек. Именно сюда перевелись многие бывшие ученики школы Горки. Маленький юбилей отметили большим концертом. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот день на празднование первого дня рождения любимой школы собралось столько учеников, что их едва смог вместить просторный актовый зал. Поздравить учебное заведение с маленьким юбилеем пришли депутат от городского поселения Горки-Ленинский Артур Григорян, представители застройщика и заместитель начальника управления образования Ольга Жданова. За этот год вы стали дружной командой, сплоченной, которую знают и уважают в каждой школе. В которой по-доброму завидуют, как вам здесь уютно и комфортно. В которой такой замечательный руководитель. После было много песен, стихотворений и танцев в исполнении учеников школы. Семиклассницы Снежана Казак и Виолетта Сазонова подготовили сложный акробатический номер. Девочки уже 6 лет профессионально занимаются гимнастикой. Они стараются не пропускать ни одного праздника в школе и к каждому мероприятию готовить оригинальное выступление. Просто замечательная школа. Мы очень счастливы, что сюда поступили. Это просто прекрасное место. Надеемся, что оно будет процветать. Раньше у меня, конечно, не было такой школы. И когда я пришла, даже увидела спортивный зал, я сразу поняла, что это моя самая любимая школа. Открытие 11-й школы жители новостроек ждали целых три года. И ожидания были не напрасны. Просторные классы, мастерские, изо-студия, цифровые лаборатории. Школа одна из самых высокотехнологичных в Ленинском районе. Под стать ей и ученики. Хоть мы и молодые, но мы действительно уже активно участвуем во всех мероприятиях и района, и города. У нас есть группа волонтеров, ребята, которые помогают всеми микрорайону. У нас есть ребята, которые победители и городских мероприятий, и международных, на международном уровне уже побеждали. Больше того, скажу, у нас молодежное движение, единственное в районе, которое имеет регистрацию, как российское движение школьников. На момент открытия год назад в школе было всего 400 учеников, сейчас почти тысяча. 150 ребят пришли сюда из закрывшейся месяц назад школы в Горках Ленинских. Ваня Мейзер – один из них. В новой школе ему нравится. Он быстро освоился, нашел здесь новых друзей и даже создал свою рок-группу. Дружный коллектив, хорошие учителя, большое пространство для обучения. Хочу остаться тут. Там уже я, так сказать, прожил свою жизнь. Теперь тут начинаем. В мае будущего года в школе пройдет первый в ее истории выпускной для 11-ти классников. А пока ребятам предстоит прилежно учиться и покорять новые вершины. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видное уже начали украшать к Новому году. Наш мобильный репортер прислал кадры, на которых можно увидеть новые праздничные малые архитектурные формы, расположенные на въезде в город недалеко от бизнес-центра Дон. Новогодние гирлянды повесили на живые ели на пересечении улиц Школьная и Советская. А у кинотеатра «Искра» монтируют главную новогоднюю красавицу района. Праздничное дерево уже украшает Советскую площадь. Появились елки и в других частях поселения. Чтобы праздничное настроение долгое время царило в нашем городе, давайте вместе следить за порядком и не портить новогодние украшения. И о погоде. А будет она по-настоящему зимней в последний день осени. Днем минус 8, ночью минус 12, ясно и без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом у нас все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова